Здравствуйте, дорогие зрители! Четвертый день фестиваля Веда Лайф Новые люди, новые мероприятия, новые эмоции И в гостях у нас необыкновенный человек Почему необыкновенный? Что в сознании большинства людей Человек, идущий духовным путем Это какой-то худой парень С запавшими глазами, с бледным цветом лица И мы знаем, что это не так Также есть люди, которые профессиональные спортсмены практикуют И в гостях у нас сегодня человек Который неоднократно представлял нашу страну на Олимпиадах Профессиональный боксер Алексей Мазыкин Мамасте В то же время Алексей имеет и духовное посвящение И его зовут между своими Арджуна Арджуна Парантапа Парантапа Замечательно Победитель врагов Но это больше даже не внешние враги А внутренние враги То есть это мои недостатки С которыми я должен сражаться Вот такое наставление у меня получил А с кем легче сражаться? Ну конечно с реальным человеком С реальным человеком гораздо легче Потому что реальный человек Больше предсказуем по-моему И пока не победишь в себе Недостатки какие-то Ну тяжело человека победить другого То есть Тяжелее всего это Ну внутренние враги все наши Они же всегда с нами А что тебе больше помогает? Вот та сила, которую ты вырабатываешь Преодолевая эти недостатки Помогает тебе в спорте Или спорт тебе помогает Преодолевать Дает силу им на преодолевать Эти недостатки Откуда? Вот так Я думаю взаимосвязана Как-то эта вещь Ну восьмерочка Наверное Так вот Одно с другим Да, одно с другим Ну Сила тела Дает определенную выносливость Тебе Для понимания каких-то вещей В то же время Понимание духовных вещей Их проживание Дает тебе Новое вдохновение Для того, чтобы Тренировать дальше тело И развивать его Потому что мы же должны понять Что тело инструмент Который нам дал Господь Его надо использовать Природа определенная Если дана телу То его надо правильно использовать То есть Если ты неверно с ним обращаешься То Механизм Используешь неверно То Это Не гораздо определенными Грозит тебе В будущих воплощениях Поэтому надо правильно К нему относиться К своему телу И как бы Ну Все свои Какие-то Наработки С прошлых жизней Которые нам даются И в качестве Таланта определенного Тяги к чему-то Надо Их проявлять И не Не закапывать Как в народе говорят Не закапывать свой талант В землю Развивать его Каждого человека Вот в духовности Привлекло Вот что-то Там даже Кришна Бавадгити Он говорит Что четыре типа людей Вот что именно тебе Вот Что тебя именно Привлекло Ну Я не знаю Думаю это Сукрити Как-то оно Мне всегда Духовность тянула Я уже Я не молод Как бы Прямо скажем Сорок лет Я еще помню Советский Союз И помню Что тогда Не было Ни вообще Ни каких Духовных практик Какой-то Самый сдат Там еще что-то Но уже тогда Я помню Что меня Не удовлетворяла Официальная религия То есть Мне не было Ответа на вопросы Какие-то определенные И Всегда хотелось Чего-то Более глубокого Потом Когда начали появляться Уже Средина 90-х Конец 90-х Какая-то литература Какие-то знания Преданные на улицах Которые Засовывали Прямо эти шарики Тебе в рот Выходя из метрополитена Ты мимо пройти не мог И вот Как-то вот Да Сукрити Видно Накопилось И я вот Начал Очень Изучать Глобально До этого Пытался изучать И видеть Бога Как Наверное Большинство Людей Конечно Ну то есть Не проявленного Бога Я верил То есть Я верил В Энергию В Свет Яркий То есть Вещи Там Где Господь Не личность А просто проявление сил Определенных Поклонялся этим силам Даже участвовал В каких-то там И так дальше Ягарях Таких определенных То есть Ну это было все Безличное Безличное Поклонение Безличному Аспекту Аспекту Господа Поэтому Полное Удовлетворение Я тоже Не нашел А какие Были вопросы Вот На которые Тебе не могло Самое главное Вопросы Да Что такое Смерть Что за Пределами Смерти Как бы Что Никогда Не было Принятия Того Что Жизнь Это Одно Как бы Вот Кусочек Такой И все Потом Ты полностью Ищешь Всегда Было Понимая Того Что Идет Какая-то Счета И что-то Будет За смертью Но Что И как Как бы К чему Стремиться Вот Искал Эти вопросы Кто такие Люди Окружающие Меня Почему Именно Это Страна Это Религия Это Еда Почему Именно Здесь Сейчас А не Раньше На лет На 20 Или на 100 Или Позже Лет на 50 Родился Ну то есть Я думаю Что Все Люди Эти Вопрос Задаются Большинство По крайней мере Ты наверняка Вегетарианец Да Вегетарианец Слушай Ну Вот как Профессиональный спорт Где надо Выносливость Сила Агрессия Как говорят Некоторые Ем мясо Для того Чтобы быть Агрессивным Некоторые Понимают Чувствуют Это Это правда Это есть И как Отказаться От этого Во-первых Мы в 21 Веке Живем Сейчас Такое Количество Спортивного Питания Делают Правильного То есть Ну Которое Вы даете возможность Даже после тяжелых нагрузок Восстанавливать тело И Наращивать мышечную массу Не обязательно Объедаться мясом По поводу Если вот Брать Да Действительно Единоборство И Такой Аспект Как Агрессия Да Должно быть Такое состояние Это действительно Есть То есть Полностью Векетарианское питание Перед боем Скажем так Очень умиротворенным Тебе делает И Это может У меня было Пару попыток Таких Вот Я пытался Подготовиться К серьезным боям На векетарианском питании И прямо скажу Я их проиграл Эти бои Не потому что я был слабее Я потому что я был вынослив Физическая кондиция хорошая А вот именно На уровне Подсознания Просыпался Какой-то Такой Аспект Что Не Не уничтожить врага А как будто Это просто Какая-то игра И вот В этой игре Я проигрывал Поэтому Иногда Употреблял мясо Именно специально Для того чтобы За несколько дней До боя Для того чтобы Вот Пришла Животная Как нужная Животный инстинкт Проснулся Да Чисто вот Из таких вот Побуждений Как практически Такое Практическое вид Хотя конечно Вкус мяса Тяжело На самом деле Вот проблема Нашей местности Это больше даже Не мясо А интоксикации Вот Ну как спортсмены Я думаю У тебя вообще Таких никогда проблем не было Почему не было Были эти проблемы Я прошел эти все пути У меня был Я Моя карьера спортивная Она была Как сказать С перерывами определенными То есть Я не был всегда Задействован Были периоды Там 90-е годы Начало нулевых Когда я там Долго время Допустим Не тренировался Не был сборной Такие промежутки Форму поддерживал Но вот На большом уровне Не выступал И до меня Добирались Интоксикации Табак Алкоголь Но Для того Чтобы наверное Понять Как это Вредно И что Это не нужно делать Надо просто Наверное Мне хватило Чтобы этого Понять Поупотреблять Какое-то время Эти вещи И сравнить Просто На Ну На таком от уровне Что это Реально Вот Выводит из колени Не только физическое тело Но прежде всего Ментал твой И твою психику То есть Физику можно Восстановить быстро А ментал Достаточно Сильно грузится И Есть вещи Которые уже Не обратимы Не зря говорят Алкоголь Он просто Реально Выбивает Определенные клетки В голове И человек Просто Личь Как личность Уже изменяется Поэтому Опасны Эти вещи Ну Так Мы живем В век Глобальной Воздействия Информации На ум человека И это Огромные деньги И бизнес Поэтому Остановить Я так думаю Эти вещи Невозможно Но каждый Для себя Должен принять Решение Основательное И вот Отказаться От этих вещей Я считаю Что Это наша Обязанность Отказаться Саму И По крайней мере Своих близких Детей Как-то Их Не подпускать Как ты Видишь Своё будущее Дальше Спортсмена Это Временное Занятие Спортсмен Уже Закончился В спортивной Карьере Уже Своя Конечно Не вижу Для Тонус Тела Поддерживать Это понятно Уже Это останется Навсегда То есть Быть в форме Даже Когда Особо Не хочется Чем заниматься Все равно Заставляешься Идти Потому что Это тоже Наркотик Определенный Тонус Тела Поддерживать Вы Имейте Ввиду Чем Буду Заниматься В жизни Дальше Есть Проекты Какие-то Какая-то Часть бизнеса Что-то Заработал На ринге Какие-то Деньги Вложил Я Дом Бестовать Не буду Самое Главное Не потерять Связь С тем Что я Здесь Обрел Вот Эту Связь Не потерять Все Остальные Связи Мы боимся Часто Разрушить Связи Дружбу Допустим С родственной Но они Все равно Так или иначе Исчезнут Они Вообще Временные Вот Эту связь Вот Откуда Звук Идет Вот Ее Главное Не потерять А ты Чувствуешь Что Господь Заботится О тебе Ты чувствуешь Его Конечно Чувствую Но это Вообще Не просто Заботиться А я Чувствую Что Такую Милость На меня Проливает Потому что Я честно Вам Бывает Что В жизни Делаю Вещи Опять же Не по Собственной Прихоти А иногда Как сказать Обстоятельства Они Не складывают Так Я понимаю Что мы Все Как-то Принимаем Участие В их Складировании Но они Так Подводят Что Приходится Участвовать В некоторых Вещах Которые Не очень Ну Как сказать Позитивные Для моей Личной Судьбы Для Судьбы Окружающих Они Так Складываются Мир Все Крутится Там Что-то Происходит Что-то Шумит И Нас Как-то Засасывает В этот Пылесос Так Вот Я Исходя С того Что Я Делал Некоторые Вещи Особенно За последние Годы Когда Началось Такое Бурление Вокруг Очень Сильно Я Знаю Что За эти Вещи Обычному Человеку Уже Как Говорится По Судьбе Надо Было Страдать Вот А Я Вот Как-то Так Вот Я Думаю Что Это Все Так Милость Вот И Меня Как Маленького Глупого Мальчика Так За ручку Проводят Между Острыми Очень Углами Так Обтекаем Что Там Где Должен Было Может Руки Лишиться Всего Лишь Поцарапался То Я Думаю Конечно Бережет Господь Но Ты Знаешь Тут Еще Важный Фактор Что Ты Это Понимаешь Иногда Для того Господь Я думаю И наказывает Для того Чтоб Ты Это Понял Потому Что Не Все Понимают Что Ты Должен За Это Получить По Голове Вот То То К Дала Понимание Этих Вещей На Любое Действие Противодействие И Наверняка Все Таки Какое То Служение Все Просто Мысли О нем Очищают Вот Прямо Скажу Что Только Наверное Беру На себя Какие-то Вообще Виды Служения Но Они Такие Настолько Примитивные По сравнению С другими Предами Я вообще Не делаю Ничего Ну Что Вот Что Ты Есть Что Себя Постоянно Практиковать Стараюсь Это Конечно Помятование Постоянно Помятование И Аскеза Именно Что Бы Было Как Бы Было Но Свои Круги Вычитать В день То Есть Не важно Сколько Я прямо Скажу Брахма Мухур Не для Меня Я не могу Лазара Задрать Рано Утром Ну Походу Дня Просто Там С Перерывами Ну Вот Надо Вычитать Потому Что Если Не Вычитал То День В пустую Прошел Поэтому Эту Аскезу Надо Взять На себя Каждый Уважающий Себ А дальше Дальше Выведет Да Все нормально Будет Так или иначе Ну Я же Опять повторяю Те же слова Я же По большому Чему Попугай Говорю Не своими словами Просто То Что Я Слышал От Высоких Учителей Духовных Ну Все Что Мы Не Сделаем Все Поглотит Время Останется Только Вот Там Капелька Духовной Практики Которой Мы Перейдем В следующую Воплощение И вот Насколько Мы здесь Используем Это время Для того Чтобы Накопить Этот потенциал Вот Это Самое важное Что Что бы ты Пожелал Вашим Зрителям Которые Вот Сейчас Находятся В самом Начале Которые Еще Может Не Определились Но Так Как Они Живут Сейчас Их Не Устраивает Вот Чего Начать Какие Должны Первые Первые Шаги Ну Ум Ум Он Более Практичен Как бы И он Может Там Ну Как бы Пристраиваться Как сказать А сердце Всегда Никогда Не обманет И открывайте Ищите В правильных Правильных Источниках Также Да Сейчас Наверное Людям Книги читать Тяжело Бумажные Все В интернете Аудио Тогда Ищите Правильные Как говорится Сайты И Аудиоведа Точка Ру Это Просто Вот Кнок Кнокайте И все Придет Там Там Все Как Лочка Вернее Как на тарелочке С голубой Каемочкой Появится Ну и конечно Если начинаешь Уже Тут Не относиться К этому Как К хобби Надо Отдать Отчет Что Это Вот Именно Занести Себе Как говорится На подкорочку И Никогда Не забывать Что Это Единственное На самом деле Ради чего Вот Здесь Стоит Заниматься Всем Всем остальным То есть Все Чем Вы не добились Там Успеха В бизнесе В В Семье Достижениях Личных Каких-то там Физических Своих Или моральных Все это Всего лишь Подводка Подводка Ну какая бы К основному Основное Это Духовная практика Потому что Все таланты К этому Главного Практиковать Духовное Знание А там Выбирайте Махараджа Сегодня Вот Только Выбирайте Любое Господь Как бриллиант Много Много Граней Каждая По-своему Светит Но все Ведут К нему К источнику То Сердце Мое Как ищет Тот Найдет Всегда Вот Так Я думаю Ну а дальше Видно Будет Дальше Я думаю Что Самое главное Событие Вашей жизни У вас Впереди Ну то есть Ну Только так А не иначе Посмотрим Посмотрим Да Сейчас Самое главное До следующего Вот Фестиваля Дожить Мне Такая задача Одна Вот Перед Основная Да Подзарядка Чувствуется Ну вот У меня Лично Так Я Что Пока Вот Он есть Пока Худ Махарадж Вот Его Делать То Вот И Есть Стержень За что Ну как Вот сравнивают Сравнивают Как вот Океан Да Это Наш Материальный мир И Мы На кораблике Мало того Что кораблик Штормит Чтобы он не Перевернулся Надо Чтобы Еще и тебя С кораблика Не выбросил Потому что Мало того Что сам корабль Может еще Перевернуться Еще и ты Можешь С корабля Упасть Не дай бог Еще тебе Ну то есть Опять Карабкаться Поэтому Пока есть Махараджи Они приезжают Привозят Там Вот Милость Да Заряжают Нас действительно Этой энергией И дают Нам возможность Как-то еще В бушующем океане Продержаться И Усилить Как бы Свою Не знаю Это самое Плав средства Какие-то Свои Каждый Я же говорю Каждый Как Как может Так устраиваться По большому счету Одни приходим В мир Одни уходим Но Имя Бога Если его помнить Оно только Оно и вытянет Последний момент Ну вот Как ты думаешь Почему Вот кто-то Воспринимает Духовное знание Например Как ты У тебя был этот интерес А как будто Это совершенно Не интересует А кто-то Даже к этому Оскорбительно Относится Ну это Просто Сегодня Как раз Была лекция Переинкарнации Ну люди Может Пришли люди Сейчас В теле человека А в прошлой жизни Он был животным Конечно Его не притягивает Никакое Духовное знание Он ходит Только еду Ищет Секс И оборону И какой-нибудь А другой Пришел Уже Принес В прошлой жизни Какие-то накопления Поэтому Он быстрее Отзывается Это Обычное дело Мы же Тут не одинаковые Все Кто-то Кто-то Пришел И Вот Есть Тут Ребята Тоже Бодрых Много Видно Что он Использован Он реальный Мистик Вот Они могут Что-то сделать И могут Не знаю Взглядом Испепелить Или еще Какой-то Мистический Этот Самый Ну Он Видно Что Эти Качества Он Приобретает Для того Чтобы Обладать Властью Определенной Ну То есть Власть Может Не президентом Хочет быть Но Он хочет Быть Власть Например У себя На микрорайоне Или Вокруг Костра Вот Он Самый Главный Или У себя На кухне Власть То есть Не Использовать Эти Ну Как бы Вещи Для Собственной Реализации Сразу Становится Ясно Если Раньше Это Казалось Каким-то Фантастика Реинкарнация Что-то За выдумки А сейчас Реально У меня Ребенок Два года Родился Позднее 40 лет Родился Ребенок Я имею Возможность Видно Специально Господь Мне дал Если бы Раньше Родился Я бы Я был Чуть Другой А сейчас Я внимательно И слежу За ним Я вижу Что Этот Человечек У него Есть привычки Он не учится Он вспоминает Вот так скажем То есть Он не учится Они вспоминают Они вспоминают У него Идеи определенные Привычки Я вижу Что Тонкое тело Вспоминает Врастает В это маленькое И оно Вспоминает Прошлые привычки Так же У нас Что-то Мы в прошлых Жизнях Ну вот Накопили Кто-то Еще Пусть Пока Еще Побегает Тут По лесам По полям Ну как бы Зрелые души И незрелые Да-да Примерно так Там же Как это Котел Варится Все время Души же Миллиарды Душ Миллиарды И они Варятся Все время И До человеческого Тела Дошел Используй Шанс Попытайся Понять Бога Не дошел Иди Обратно В животный Мир Очень Все строго Это Я до грани Думал Что Ну ладно В следующий раз А в следующий раз Объяснили Так Может Работные люди Что могут Не быть Ближайшие 20 жизней Да-да Или Что жизни Ближайших Может и не быть Да Поэтому Надо Использовать Это Как этот Лотерейный Билет Который Нам Говорит Удалось Надо Просто Отомарить Ну то Теперь Нужно Вы Получили Билет Но Теперь Сделайте Визу Еще Оказывается Не Просто Так Все Надо Еще Знать Моменты Как Пересечь Границу Правильно Спасибо Ну примерно Так Благодарю Вас За Стасовый Сегодня у нас был Профессиональный Спортсмен Арджуна Очень искренний И По-настоящему Сильный Человек До новых встреч Редактор субтитров